всем привет будем начинать в конце можно будет задать вопросы вы можете параллельно если есть какие-то писать их в чат в конце я на все отвечу ну и просьба всех заметиться конце можно будет по очереди видится под мою руку я включил запись всем привет собственно меня зовут александр линч я разработчик компании динамикс вот и сегодняшняя тема доклада это скажи пока крону современные способы оркестрации ваших workflow начнем с того что вообще такое оркестратор зачем они нужны как мы уже в принципе их разделять оркестратор это такой сервис framework программа которая позволяет вам организовывать наборы задач между собой он позволяет вам определяет зависимости между задачами как они переходят друг друга какие условия выполнения их и так далее можно они позволяют вам скедлить их также позволяют получать доступ к мета данным выполнения и разделять момент выполнение самой таски и выполнение самого workflow что делает его конечном итоге full tolerant то бишь если у нас упала программа потому что отвалился connection или что-то еще наша сама оркестрация не упадет поможет отработать это это происшествие ну и много других вещей а как мы можем их в принципе разделять разделить их можно условно лично разделение на опенсорские решения и cloud-based решения подобным сорсом я понимаю какие-то решения конечно же open source которых мы можем как-то редактировать код того что мы посмотреть код к тому как она страна под капотом узнать какие она использует модули сервисы и так далее как-то повлиять на это например написать свое расширение для того же airflow вот и в принципе более четко понимать как это устроено cloud-based обычно очень закрытые решения функции это факторе которых мы поговорим позже они не позволяют вам смотреть что происходит снизу и просто дают вам интерфейс для регистрации еще раз просьбу можете пожалуйста замутиться слышно через голоса в фоне а спасибо а начнем конечно же самого популярного из всех это air flow air flow многим таков но все равно пройдемся архитектурно он устроен следующим образом у него есть scheduler который запускает разные воркеры для экзекьюшен разных задач есть веб-сервер который позволяет смотреть на экзекьюшены база данных которая хранит мета данные запусков и папочка в которой хранятся все ваши пайплайны называемые daga миллер флоу дар касатель граф ну а также юзер интерфейс благодаря которому вы можете со всем будем взаимодействовать в качестве вас данных могут быть mysql postgres sqlite но обратите внимание что sqlite доступен только в ну по сути локальном режиме поскольку он не накладывает ограничения в то что вы можете делать с вашим air flow среди экзекьюторов это может быть celery это может быть кубернетис можно использовать стандартный секвеншал экзекьютор для air flow а также вы можете написать свой кастомный из тех что также предлагают с air flow это например кубернетис celery экзекьютор зачем-то он может вам быть нужен примеры кода код пишется на языке python задается довольно простым способом зачастую вы с помощью контекст менеджера определяете сам дак в котором задаете простые параметры это его название стандартные перемены стандартные значения описание интервал по которым он будет скидлиться время дата старта и теги которые будут помогать вам позже найти их на юаре вот или как-то разделять особенно это удобно позже когда у вас будет много дагов много команд работает в одном environment и так далее внутри этого контекст менеджера можно задать разные операторы такие как ваш питон их бывает бесчисленное множество туда также передавая таск название собственно таски команду которые будут выполнять какие-то другие характеристики например количество повторных попыток запуска зависимости параметры и так далее вот а сами зависимости между тасками определяются очень по моему самым лаконичным простым способом это такими стрелочками которые вы можете видеть внизу это стрелочки из квадратной скобки для параллельного помню все это можно написать конечно через методы если вам нужно будет удобно будет нужен будет более удобный подход или более сложные решения чем которое не позволяет нельзя сделать вот так просто как это выглядит на юаре на юаре так выглядит следующим образом каждый оператор может быть определен своим цветом если вдруг вы импортировали два оператора с разной библиотекой они имеют на какой цвет можете переопределить и поставить свой цвет что очень удобно можно расположить вертикально горизонтально все в принципе достаточно круто они вот свечиваются зеленым красным желтым во время выполнения вот так же можете заметить что она может запускать правильные задачи переходить исполнять кондишинал могут быть кондишинал оператора а также могут быть в зависимости от состояния файл или success перехода в те или иные стороны из фичерс во первых как это как же было упомянуто это python-based что позволяет вам максимально гибко динамично создавать разные решения прокидывать конфигурацию перенастраивать на лету пересоздавать дак делать много разных интересных решений вот а также взаимодействовать внутри этой среды писать целые фреймворки для того же и он очень хорошо подходит как и для простых решений так и для более сложных из минусов если вы запускаете его самостоятельно вам не вам понадобится девопс поскольку это либо кубернете слива целари нагрузка на базу очень много всего зачем нужно следить что может отваливаться и airflow скажем так не самая стабильная вещь точки зрения кода также еще одна из минусов заметить то что это код который нужно будет покрывать и нет тестами если документацию следить за код стилем и так далее и тому подобное все стандартные проблемы использования кода перейдем дальше аскабан аскабан это другое понсор решение очень лаконичное простое вот но при этом довольно мощная с точки зрения своих возможностей скейлинга хорошо работает с ходу то есть она отличный имеет встроенный по моему плагин к хайву умеет запускать парка джобы и многое другое плюс его подход это то что он плагин based вы можете писать свои плагины на java благодаря чему расширять поведение аскабана очень и очень сильно с архитектурной точки зрения он выглядит очень просто есть веб-сервер который смотрит майский базу есть экзекьюшн сервер это либо кубернетис либо их какой-то кастомный и база данных которые хранятся все методанные и это только майский пример кода задание задание pipeline тоже как можете видеть очень простой это обычный яму в котором задаете имя тип и какую-то конфигурацию выполняемой команде это может быть какой-то баш это может быть вызов java операции либо с помощью плагина вы можете написать другие типы вот также здесь можно заметить кондиционы вот и сразу же понять что они довольно слабенький что у нас очень серьезное ограничение по поводу того нах какие мы кондиционы можем прокидывать насколько сложно они могут быть да это может быть поправлено операторами кастомными которые вы пишете в плагинах но это очень сильно усложняет процесс на юа это выглядит следующим образом у вас есть какая-то job которая зависит от других и они переходят друг друга есть features это он очень простой то есть как вы видели в ямле он очень легко пишется его легко поддерживать и так далее он очень при этом спасли из со второй версии он поддерживает кубернетис поэтому он очень хорошо скелиться и благодаря своим плагинам и подходу к тому что он открыт для расширения плагинами он очень хорошо расширяется из минусов поскольку это решение которое вы будете поднимать вам понадобится до скорее всего чтобы следить за этим всем вам будет довольно сложно сделать комплексные решения комплексный workflow с сложными переходами и стоит трекингом и довольно сложно производить какие-то мета операции то есть если вам необходимо посмотреть насколько быстро закончилась та или иная джоба либо насколько успешно закончилась либо в каком состоянии это будет сделать довольно проблематично из-за как вы видели ограничения в виде ямла а пойдем дальше или дата factory архитектура ну это серверлес решение поэтому мы понятия не имеем какая там под низом архитектура там может быть что угодно для нас это не играет никакой роль код-экземпл опять-таки не стандартный код-экземпл поскольку большая часть активности связанная с созданием и выполнением будет происходить на юай вы заходите на юай заходите в редактор и начинаете прямо на юай двигать блочки соединяя их мышкой прописывая какие-то параметры вот да под капотом это все конвертируется в джейсон который хранится в ажур-девопс но вы скорее всего никогда туда смотреть даже не будет только когда будете утверждать pull request но не будет выглядеть на юай сам так или как называется здесь пайплайн следующим образом название тип оператора тоже какие-то иконочки и что можно сразу заметить очень удобный стоит трекинг то есть стрелками показываются переходы и создание параллельных операций тоже очень просто для выходов из также очень удобно показываться выходы по ошибке там есть еще другие типы там пропущенный степ есть им очень удобный с визуальной точки зрения стоит трекинг из фича во первых вам не понадобится это поскольку это абсолютно простое решение вы не не будете думать о том какая там нагрузка насколько она скелется не скелется но скелется и все оно имеет очень крутые встроенные операторы и прикольные стоит трекинг как я уже показал а по поводу операторов вот здесь показан мой любимый это copy data оператор или activity как они их называют что он делает он из очень большого количества сорсов очень большое количество сингов с умением накладывать маппинги умеет переносить данные это может быть из mongeo postgres ss3 в snowflake и куча других вариантов из постгресса в ажур глоб сторидж то есть он конвертирует это все у него есть настройки и он сделает нативно под капотом также вот здесь можно заметить дата флоу это по сути свой встроенный спарк только который конфигурируется через опять-таки и вы можете накидывая облачки делать простые select и группа и и другие трансформации чтобы соединять источники джоины чтобы преобразовывать данные которые вы будете выгружать потом в какой-нибудь постгресс не знаю то есть очень интересный подход у него к операторам это его по моему главная фишка из минусов он очень закрытый то есть вы понятия не имеете почему он медленно сработал почему быстро у него долги connection или что там есть какие-то логины с ними сложно работать это но он очень закрыт и действительно также поскольку он завязан на том что вы используете на ее операторы с ним невероятно сложно делать какие-то операции вне того что уже разработаны из так много на будущее забегая единственный вариант это по сути один из единственных вариантов это ажур функции аналог лямбт в бейсе которые позволяют вам помощью питона джесс или другого любого другого года написать свои свои операторы но это будет не так удобно как как в том же он привязан к ажуру при этом это его не главная фишка потому что он не дает полного доступа ко многим сервисам как это делает стоп функции которые мы поговорим чуть позже но при этом есть работа с чем-то вне ажура крайне сложно вот и он ограничен с точки зрения того что можно делать в планировании то есть scheduling в нем это либо крон мы от него не убежи никуда либо это по-моему можно триггерить по файлу но это будет сделать довольно неудобно и из популярных вопросов про кастомный оператор сказал что можно сделать тежур функции в отличие от лямбт там по моему граничить можно снять ограничения по времени сколько не выполняется что плюс но все равно не упрощает поскольку вам нужно поддерживать отдельный сервис который тоже писать и нет теста и так далее и по поводу динамического workflow то есть создание каких-то динамических workflow и их можно сделать только через прикидывание разных параметров до когда мы прикидываем разные параметры в сюда здесь он позволяет здесь использовать джейсон пас при том в максимальной своей комплектации скажем так то есть можно делать превращение типов можно делать операции математические и другие что чтобы как-то изменить или выбрать нужный нам стоит но это все равно довольно ограничено с точки зрения создания динамического workflow и по сути если вы захотите сделать действительно динамический workflow вам понадобится использовать довольно громоздкий так он не будет динамического автоматически это просто будут и в элсе по переходам которые очень сложно поддерживать рекомендую делать несколько отдельных пайплайнов написать одну простую ламбу которая будет выбирать тот или иной пайплайн который мы идем дальше amazon стоп функции архитектура опять-таки это serverless мы понятия не имеем что там под капотом но скелится работает все хорошо я бы был удивлен поскольку он довольно простой чтобы она что-то влагал код экземпл вот тут начинается настоящий кошмар она пишется в джейсоне или в ямле и он очень громоздкий из-за того что он не и ориентирован в нем нужно прописывать множество параметров их можно приносить с помощью cloud formation или serverless все дела но это все равно будет очень громоздко очень сложно здесь нужно не ошибиться с этим ямлом или чем-то еще джейсон используется стандартный ямл то есть ли используя информацию также у них есть он недавно создан выглядит следующим образом это просто по сути обертка на тем же джейсоном который чуть-чуть удобнее сортирует вам эти поля которые вы можете использовать на джейсон так выглядит следующим образом никакой подсветки где какой оператор где что плюс в некоторых местах недоделанный amazon что если вы включаете тот же x-ray в амазоне это такая штука которая позволяет вам перейти в используемый сервис сразу по ссылке конкретный экзекьюшн используемого сервиса то здесь в некоторых местах даже не позволяет перейти вы видите что запустили глиджок но даже понятия не имеете что такое какой конкретно глиджок какой конкретный экзекьюшн вам нужно перейти вот и свеч он крайне дешевый поскольку это просто запускатор по сути и обработчик джейсон паса он стоит что-то миллион переходов между состояниями за доллар то есть очень дешевый он классно подходит для простых решений когда вам нужно написать стартануть его выполнить какую-то джабу и отправить имейл он очень простой быстрая разработка очень легко вам не нужен доопс ну потому что он вам условно не нужен доопс потому что там простой амал код сервер лес все нормально и он классно работает с амазонными сервисами если глянуть на юай который здесь представлял вы прямо вытягиваете нужную вам а в слянду с sns и так далее и он круто с ними интегрирован он работает почти со всеми он может он запустить глюджок запустить с на квери отправить sns сообщение и так далее очень много всего он может из минусов он не поддерживает скейли скейлинг из коробки нет это очень странно то есть да у амазона есть подход что все их сервисы связанные они должны использоваться друг с другом и вы там можете написать какой-то ивент в с3 из который запускает лянду который запускает что-то еще или там подключиться к кинезис потоку но это жутко неудобно если вам нужно простой крон то вам нужно создавать целый cloud watch event который будет запускать эту штуку жутко неудобно очень слабый контроль стейта состояния и очень слабый джейсон пас как я упоминал в ажур дата факторе там можно делать кучу крутых операций превращение типов и так далее в с помощью джейсон паса здесь этого делать нельзя здесь по сути вы будете ограничены выбором нужных вам джейсонов или скрещивание все также он довольно связан с амазоном то есть тот факт что он умеет хорошо запускать разные сервисы и смотреть их состояние не помогает всем что нам необходимо иногда работать с другими вещами которые вне амазона и это будет сделать довольно проблематично опять-таки используя те же лямбда или dcs контейнера какие-то вот и если вам понадобится вдруг зачем не надо сделать кастомное решение какое-то сложное решение вам понадобится тьма просто тьма кастомного кода это будет куча куча сервис написанных лямбд и cc контейнерах дополнительных подметных баз данных которые вы смотрите то есть вы по сути напишите свой airflow мы случайно так сделали поскольку не было серверлайс версии airflow о чем жалеем и переезжаем сейчас на тот же airflow поскольку он появился серверлайс версия амазоне вот а также хотел заметить что там довольно все ограничено с точки зрения мета данных то есть вы не то чтобы очень много куда можете смотреть мета данные в серверлайс функциях что тоже создает некоторые проблемы другие операторы оркестраторы которые хотел бы упомянуть это пачу луиджи ужасные вещи не используйте я это написанная штука spotify она когда-то была конкурентом airflow когда тут был самых своих первых версиях появились не примерно одновременно если я правильно помню вот он жутко не удобно поскольку вам на каждый оператор на каждый на каждый таск нужно написать свой класс который как-то с помощью и у внутри класса прописывать зависимость вот он очень неудобный сложно поддерживаемый плохо скелится поскольку он запускается в python demon потоках demon demon процесса вот и в нем нормального скелинга просто нет по факту вы можете запустить два луиджи но на разных нодах но это не помогать узи устаревшие вещи написано по-моему пишешь на ямле довольно завязанно ходу что-то больше чем ходу делать довольно сложно клуб workflow он подходит для работы с клуб если вам нужно запустить одну джубу потом вторую потом третью подходит но ничего далее типа пример из реального мира я его накидал чтобы как-то протестировать все вот эти вот оркестраторы вот и посмотреть как он что из себя представляет я выглядит на следующим образом файлик приходит какой-то дата-стораж сфтп и так далее после чего запускается наш пайплайн файл переносится в какой-то директорию процессинга например на дата лайк чтобы наш спарк мог много потоков удобно зачитать после чего данные из этого файла переносится какой-нибудь например беквери или другую базу данных если в ней есть какая-то информация которая интересует например новые пользователи мы записываем и в другую базу данных например пост для более доступа быстрого доступа после чего мы переносим файл в архив и отправляем сайт email что все хорошо но если что-то пошло не так мы должны отправить email о том что все пошло не так и отправить файл назад в кого-нибудь либо в начальную директорию либо в какую-то другую чтобы мы потом не потеряли смогли обработать когда починим вот здесь накидано моё summary по оркестраторам по разным колоночкам это абсолютно мое субъективное мнение с какими-то покупками подсчета этого всего можете операция воспользоваться этим позже если вам то или иное вещь более важная или менее важно можете использовать какую-то взвешенную сумму там увеличить коэффициент для прайса или уменьшить коэффициент для скейлинга вот но из того чтобы хотелось отметить это первое стриминг airflow и askaban вы можете написать свои кастом на какие-то операторы которые будут вам позволять работать со стримингом это будет да не очень удобно но в целом работать будет датафакторе имеет свой отдельный оператор для стриминга что очень круто вот осте функции вообще не поддерживает ничего связанного со стримингом можно конечно написать к своему кастом на решение но это будет дико сложно неудобно и так далее по поводу также хотел сказать по поводу деплоя стоп функции деплоить это жуть если вы пишете прямо в в консоль авеса да это удобно быстро и как я упоминал можно накидать легкое решение но если вы хотите полноценный репозиторий темплейты cloud formation и все дела это кошмар сколько проблем это возникает его тут появляется необходимость обсе потому что поддерживать какой-нибудь serverless фреймворк это кошмар вот с точки зрения работы в команде airflow askaban вам легко позволяет использовать гид мерзть слегка смотреть что произошло поменялось и так далее поскольку в airflow это питом легко понять где что происходит в askaban это простейшие яму стоп функциях это жуткий яму который очень не дам поддерживать датафакторе не рекомендую в принципе работать в команде над одним и тем же куском но в принципе там реально что-то починить вот он из юая тоже поддерживает скрещивание изменений вот по поводу скейлинга стоп функции датафакторе скелятся отлично поскольку они serverless и так далее а airflow и askaban имеет кубернете с подкапотом поэтому тоже умеют сейчас хорошо скелиться единственный затык бывает в базе данных на это крайне редко они уже по моему это все пофиксили вот по цене хотел бы обратить внимание на цену что датафакторе жутко дорогая штука мне чтобы поднять тестовый environment простейший понадобилось в районе 70 долларов чтобы просто сделать его пару запусков и поднять все вот это вот благо 200 баксов которые дают ажур для тестов достаточно вот стоп функции мега дешевый как уже упоминал askaban я поднимал и c2 ноду просто быстро не очень дорого возможно в реальном решении будет необходимость более дорогих нодах это понизит его в рейтинге airflow я поднимал serverless версию если бы он был в c2 нодах было бы сложнее вот но он возможно бы был более дешевым так как я поднимал serverless не обошелся в 40 долларов чтобы вот это вот все сделать ну в принципе все давайте я пройдусь по вопросам из чата для начала потом если кого-то будет можно будет голосом не нужны для этого что такое сам я не уверен можете сказать serverless application model это довольно таки приятная вещь которая вам позволяет этого большого джейсона довольно компактный код для для деплоя step function и land function да плюс у амазона есть работа со serverless фреймворком и у него есть разрешение леста функций что делает его чуть более удобным но все равно эти все был спеки но мне лично было не очень удобно с ним работать но в принципе да она немного прощает жизнь есть разные решения по упрощению give python являет все равно же писать а здесь большая разница вопрос к праву какая разница писать на питоне или писать на являет все равно же писать да все равно это придется писать конечно на youtube это гораздо удобнее приятнее поэтому я его выделял так сильно, потому что он очень прикольный с этой точки зрения, но если мы говорим про поддержку или последующее расширение, один раз написать это легко и там, и там, но когда вам нужно постепенно инкрементировать, работать с командой, расширять модули и так далее, когда вы пишете на питание, это гораздо проще. Когда вы пишете на Ямле, это становится довольно сложным. Почему в табличке нет крона? Ну, потому что крон будет настолько сложным или настолько простым, настолько вы его сделаете. Предлагаю использовать сам. В принципе, я по вопросам прошелся, есть ли какие-то голосовые вопросы? Кого-то может возникли. Привет, слушай, я бы спросил, наверное, по поводу UI-ных всяческих решений, как бы ты посоветовал или вообще как ты относишься к такой ситуации, что, допустим, есть какой-то сложный флоу и вообще желательно, чтобы кто-то из твоих коллег поревьювал твои изменения, а ты в UI-ке квадратики тягаешь, и там JSON какой-то генерится, но в соответствии там с какими-то внутренними представлениями, там со странными порядками и возможными именами. Если говорить про Amazon, то он... Итак, начнем со степ-функции быстрее. Степ-функции ревьюить ужасно, приходится преисполниться и компилировать в голове этот ябл-код в какое-то представление, либо смотреть, идти в какой-то деф и смотреть, как оно выглядит и как оно работает, брать на веру и только как-то редактировать простейшие вещи, которые сразу замечаешь, поскольку ты уже написал тонну такого же ябл-кода. Если говорить про ажур, он рассчитан на то, что ты будешь все делать в UI, и даже те же мерджи или просмотры, ветки, там он поддерживает разработку в ветках, делать в UI, то есть ты заходишь в UI в другую ветку, и довольно из-за своей закрытости и лимитированности по поводу того, где что-то как вводишь, тебе гораздо проще посмотреть это все. И в нашем проекте на самом деле не возникало проблем с ревьем кода, потому что, во-первых, каждый работает над своим пайплайном, скорее всего, из-за ограничений. Раз, два, это то, что у тебя очень хорошо структурировано, где какие поля, и ты понимаешь, какие есть слабые или сильные места. Ты видишь, как это все имплементировано. Это обычно не доставляет проблем в дата-факторе, но могут быть, конечно же, недостатки с точки зрения более комплексных флоу, но их не рекомендуется. Не то, чтобы я рекомендовал их делать в ADF. Спасибо. Еще какие-то вопросы? Извините, я просто хотел не согласиться. На самом деле, степ-функция, если вы там посмотрели, там можно по каждому шажку пробежаться по workflow и понять, где у вас, что свалилось, с какими результатами. Может быть, вы спутали степ-функцию с с 7-басом? Вот 7-бас действительно тяжело, кроме как 1-ю лямблю цеплять. Не, можно было подробнее раскрыть, что имеется в виду под... свалилось. Да, в степ-функциях ты можешь посмотреть каждый шаг и посмотреть, что свалилось. я скорее... Смотри, степ-функция, вы... Говорите, извините, что я вас провел. Вы пропадаете, можете повторить. Извините, пожалуйста. Давайте лучше потом последовать. Митин, как-то свяжемся, я так понимаю, у меня интернет-экшот что-то попало. Окей, пишите. Еще какие-то вопросы? Ну, тогда всем большое спасибо за внимание, спасибо, что уделили время. Хорошего вечера и хороших выходных. Спасибо. До свидания. Спасибо. Продолжение следует...